Новый год уже на носу все закупили к празднику подарки и горючку закуску про фейерверки не забыли или опять будем бегать по ларькам 31 смотрите какая штука есть сайт bach.ru огромный ассортимент от петарты детских фонтанчиков до просто атомных салютов с размахом и все это сертифицировано федеральным центром пиротехники на сайте удобный каталог и каждому продукту есть фоточки и видео как это дело бабахнет по моему круто закупаетесь на две с половиной тысячи или больше и получаете бесплатную доставку по москве больше сумма заказа больше скидка есть накопительная система скидок и кэшбэк с каждого нового заказа а если приведете друзей то еще сверху плюшек получите в общем ссылка с первой скидкой от меня лично для вас в описании этого видео хватит покупать бабахалова в сомнительных местах заходите на bach.ru и закупайтесь цивилизованно в автомобильной индустрии возраст 10 лет это можно сказать юношество ну первые 10 лет hyundai занимались тем что собирали форды а путь этой корейской компании считается одним из самых динамичных в среде автопроизводителей но вот китайская компания фотон основанная волевым решением властей китая за первые 10 лет своего существования успела создать и распродать миллионный тираж автомобилей коммерческого транспорта вот уже они начинают свой путь в мире легковых автомобилей привет граждане или как говорят наши китайские друзья ни хао гонг минь посмотрим на еще один рамник из поднебесной фотон сауана очень многие автожурналисты по привычке взялись рассуждать о внешнем виде этого рамника напрочь забыв две вещи первое это рамный внедорожник ему и не надо быть красивым потому что он все время будет грязный вторая вещь в чистоте этот кузов симпатичнее чем сэнг юн кайрон и значит задача дизайна уже решена на 4 с плюсом в общем на мой взгляд вполне себе внедорожник интерьер машины простой и дурак дубовый если хвл можно назвать китайской тойоты то тут у нас китайский митсубиши практично грубо хардкорно самой богатой комплектации кожезаменителя обволакивает кресло твердые породы пластиков и минимальный уровень разнообразия материалов руль вполне удобный обзорность хорошая приборная панель по форме классическая по содержанию сумбурная на сайте фотон говорят что информация с этой приборной панели отлично считывается я с этим не согласен просто посмотрите вглядываясь в содержимое я понял что мне напоминает эта приборная панель это комфорки газовой плиты и вот тут есть ручка чтобы поддать газку наверное чтобы быстрее сварить щец из цифр ручка подножка посадка как стандартный внедорожник все здорово наш автомобиль в топовом оснащении снабжен функции без ключевого доступа так что карман за ключом лазить не придется но вот кнопки запуска двигателя нет есть ручка запуска двигателя все круто мне нравится это решение кресло кресло мне насколько известно разработана какой-то американской компанией соответственно в общем-то они даже удобные мне серьезных анатомических просчетов них обнаружить не удалось они снабжены минимальным уровнем механических регулировок но вот у меня есть одна претензия к настройке по высоте дело в том что невозможно настроить кресло по высоте таким образом чтобы колени куда-то уперлись поэтому поедем в раскорячку вторая проблема это педальный узел я вот в крупном зимнем ботинке правой ногой постоянно трусь о обивку если не тереться обивку то нога норовит нажать сразу обе педали руль регулируется только по высоте но все-таки пристроиться можно таким образом чтобы даже в дальней поездке не уставали колени плечи и руки подлокотники есть ненастраиваемые очень не хватает теплых опций остальном все нормально головное устройство снабжено не крупным 7-дюймовым экраном реагирующим на прикосновения радио синхронизация со смартфонами по bluetooth медиа проигрыватель камера заднего вида настройки системы и вот вижу кнопку навигации но самой навигационной системе в машине не обнаружилось видимо вам не поставили sd карту картинка адекватная по качеству интерфейс вполне понятный в комплектациях беднее не будет цветного экрана и соответственно камеры заднего вида навигации и прочих прелестей для которых нужна большая картинка второй ряд посадочных мест не блещет щедротами комфорта и оснащения диван плоский ноги находятся на весу ступни упираются в кресло переднего пассажира либо водителя если кресло находится на минимальной высоте диван плоский поэтому посередине можно ехать центральный тоннель присутствует он широкий но не очень высокий но в общем то здесь можно посередине ехать так же как митсубиши pajero 4 в обнимку вообще самое а но по оснащению нет здесь светильничек даже далеко находится тянуться далеко нет здесь дефлекторов для управления воздушным потоком ручка страха и ручка для посадки есть стеклоподъемник есть нет подогрева есть центральный подлокотник и до 2 подстаканник вот здесь имеют место быть наклон спинки насколько я помню должен регулироваться да можно откинуться и в общем то тогда очень даже здорово и комфортно становится ну пространство здесь хватит практически любому человеку на мой взгляд но вот комфорт и оснащение хромает по количеству посадочных мест у фатон сауана существует две модификации пятиместный семиместный нам на тест конечно же дали семиместную чтобы я лез и тестировал эти места для малышей но я должен конечно же сложить диван иначе все будет неправдиво спинка если пассажиры откинутся то будет совсем жутко но если не будут откидываться будет более-менее нормально как не подголовник то сформировать вот подголовник он скорее под спинник или подплечник потому что даже я с моим ростом метр семьдесят шесть упираю здесь головой в крышу на кочках я буду затылком задорно дребезжать головой и ставить себе шишки и снеги есть под бутылочку углубления сами места кстати достаточно мягкие и хорошие наверное маленьким детям где-то до 12 лет здесь будет сидеть очень даже здорово очень интересное решение с подогревом вот на втором ряду сидений отдельного климата есть нет а на третьем ряду сидений он есть и это очень продуманно и практично потому что до третьего ряда сидений печка спереди скорее всего не достанет и в холодную погоду здесь будет очень холодно и вот для этого здесь продуманы два дефлектора и в общем-то отдельные включение печки для того чтобы погреть детишек я считаю очень и очень здорово очень продумано остальном это детские места взрослым людям здесь лучше не сидеть ноги на весу ступни упираются колени упираются все очень 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 некомфортно очень жутко есть ручка страха это просто люди все-таки могли вжаться и ехать и молиться когда же уже эта поездка закончится вот кстати если откинуть задний диван то взрослый человек здесь может вполне комфортно устроиться а так как и у всех машин третий ряд посадочных мест достаточно скудный и неудобный для взрослых людей для детей пойдет пятая дверь в нашем случае не распашна и кстати это первый редкий случай и китайских автомобилей где у меня не возникает никаких трудностей с пятой дверью она всегда открывается всегда работает как и во всех других автомобилях когда разложен третий ряд посадочных мест багажник у вас имеет минимальный объем здесь пару спортивных сумок разместить не более есть органайзер гидравлический домкрат утварь для аварийной остановки все на месте крючки для сетки 12-вольтовая розетка вот здесь есть ниша в которой находится огнетушитель запаска находится вот здесь под нищем как у пушкина на цепи там гроб хрустальная что-то в этом роде в общем если эти посадочные места сложить убогие то все будет классно и в общем-то сейчас я вам все объемы покажу в общем-то мне кажется большую часть времени багажное отделение будет пребывать вот в таком состоянии ну если надо разложить места то можно их разложить а так 700 литровый багажник все очень даже здорово насколько я успел изучить конструкцию здешнего двигателя приписывают инженером volkswagen говорят что такой же четырехцилиндровый двухлитровый мотор установлен на мультивенах только там он стоит поперечно здесь мотор установлен продольно соответственно как минимум китайским инженерам пришлось разработать с нуля либо адаптировать все навесное оборудование двигателя да и в общем машина целиком собрана из разных узлов и запчастей не низкого надо сказать качество рама и подвеска форчунера мост дана коробка айсин механика либо zf автоматика раздатка borg warner электроника от bosch да и на сам двигатель дают гарантию 7 лет так что поехали загоним его в лечебные грязи двигатель в нашей машине топовый 217 лошадиных сил бензин очень забавный во первых он тарахтит как дизель и заставляет вибрировать весь салон пока повышает обороты во-вторых он свистит как чайник когда резко сбрасываешь оборот вот такие повадки а в остальном тащит вполне напориско коробки нет вопросов хороший автомат на 6 ступеней давайте разгоним автомобиль до 100 километров в час делаем поправку на влажность и на зимнюю резину без шипов неплохо неплохо а неплохо можно даже пообежать солярис только заправить бак не забываем расход смешанном цикле около 13 14 литров зависимости от стиля езды на бездорожье больше 15 литров сжигается тормозная система меня порадовала был уверен что будет значительно хуже в большинстве китайских машин педаль тормоза очень странная но не тут кстати в хвл h9 у меня тоже не было нареканий к педали замедления но вот савана тормоз вообще отлично очень мягенький и при этом информативно вилять рулем на этой машине страшновато но ровно первые два раза потом входишь во вкус и начинаешь улавливать особенность настроек подвески и рулевого я снова удивлен китайскими инженерами но факт есть факт фотон савана вполне вменяемо держит дорогу для рамников что огорчит и pajero спорт и киа махах и особенно уаз патриот а вот плавность хода не конек фотон савана машину трясет и раскачивает дорогу на скорости держит увереннее чем уаз патриот но до прада и pajero по комфорту далеко дорожный просвет в 220 миллиметров позволяет не пугаться никаких ухабов но комфортном проезде лежаков или плохих участков на хорошей скорости забудьте да и грохот будет стоять не детский все жесткие панели создают привычную фантастмагорию бюджетных машин и шумоизоляция так себе что касается бездорожья то вот тут фотон свое дело знает не могу сказать что я остался в восторге но он нигде не села ездил я по местам не очень приятно машина снабжена пониженным рядом при этом в режиме 4l момент жестко передается на все колеса через обходной вал минуя муфту жалко нет блокировки заднего дифференциала и так что не так не так только две вещи первая резина для грязи нужно бфг мт слишком тяжелый рамник с трудом может выбраться из размытой колеи который ему по обод покрышки на штатной зимней резине и проблема не в нехватке момента просвете или системе привода проблема в налипании грязи на колесо которому нечем цепляться вторая проблема легкий зад морда идет тяжело и в натяг а вот зад болтается из стороны в сторону его постоянно приходится ловить так как он норовит прыгнуть в соседнюю колею и обогнать перед в остальном для любительских трофи рейдов вполне хороший аппарат мне повезло подряд тестировать в начале киа рио x-line потом фотон сауана и тут и там галогенки которые еле светят благо на внедорожниках отлично смотрятся дополнительные прожекторы на решетке и я бы после приобретения сауана сразу задумался о установке таковых и так это скорее не китайский митсубиши а китайский уаз недостатков конечно хватает но и достоинства в ассортименте а самое главное цена более приемлемо чем у японских аналогов оснащение у фотон сауана попроще чем у хвл h9 но у нас тут есть кондиционер датчик света круиз-контроль бесключевой доступ то у меня понимаете но судя по навесному модулю эра голонас эта машина белорусской сборки а вот новые автомобили для российского рынка будут собирать на новом заводе в россии и об их оснащении мы в ближайшем будущем узнаем больше очень надеюсь что там будет подогрев кресел и руля информацию о стоимости фотон сауана в российской федерации вы сейчас видите на своих экранах но если у вас интересует более подробные сведения о стоимости комплектации то вы можете нажать на ссылку в описании этого видео и получить все необходимые для вас сведения основным конкурентом на российском рынке мне для фотон сауана видится как ни странно у вас патриот фотон покомфортнее чем патрик по бушустрее получше держит дорогу лучше управляется но вот будет ли сауана надежнее чем у вас патриот машина собрана из именитых запчастей но вот насколько качественно на этот вопрос время даст ответ ну а если вы прямо сейчас ищите большой рамник на автомате ну дешевле варианта у вас просто не будет если вам интересно узнать что то еще о фатон сауана смело задавайте свой вопрос в комментариях обязательно ответим если видео понравилось ставьте пальцы вверх и не забывайте подписываться на этот канал следующем выпуске вы увидите каково тещи сидеть между двух сорванцов с двумя ящиками рассады в трехчасовой пробке так что подписывайтесь будет интересно